добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте подходит к концу зимняя сборка наших летательных аппаратов вот остался осталось у нас cessna поставить электронику подходе к электронике уже мессершмитт но в целом придется немножко повозиться да там уроков будет больше там на ела еще урока 2 3 еще будет cessna сегодня заканчиваем мессершмитт тоже урока 2 остается настройку модели алексей покажет вкратце чтобы ее сегодня запустить настраивать модель как обычно будем на fly sky 6 настройку мы запишем отдельно да сегодня модель у нас будет пятиканальная как поставили отдельные сервомашинки на элероны чтобы можно было их в качестве закрылков еще задействовать сегодня настроим функционал покажу как вообще все это дело работает подробная настройка будет действительно отдельный виде уроков ну если даст погода даст нам время мы ее обязательно сделаем облет покажем что она все-таки летает чтобы ее собрали не зря она как она себя ведет в воздухе а полноценный полет вы увидите потом когда уже высохнет на улице станет тепло и мы идем большими полетушками на природу начинаем алексей давай приступим что же сегодня у нас сборочный день доделываем окончательно и все что не успели в предыдущих частях и устанавливаем электронику в крылья сервомашинки у нас уже установлены как вы помните при исклейке крыла делали это сегодня нам предстоит поставить сервомашинки для хвостовых рулей установить на место мотор ну и небольшие доделки какие оставались в частности надо усилить центральную часть крыла чтобы резинками его не продавливала и поставить стойку шасси начнем пожалуй с усиление крыла центральную часть будем проклеивать вот такой пленкой для ламинирования документов продается она в канцелярских товарах бывают разной толщины от 50 микрон до 200 и больше нам достаточно остаться 120 микрон чтобы как следует усилить центральную часть крыла и чтобы резинки не смогли его продамить на одной стороне этой пленки нанесен клей что-то вроде термоклея при проглаживания утюгом клей подплавляется и прилипает поверхности ленка в отличие от скотча усадки не дает поэтому где-то криволинейные участки ей обтягивать не так удобно немножечко криво пошло пока сильно клей не остыл его можно отклеить от скотча она отлипает проглаживайте тщательно чтобы не проклеенных мест не осталось заднюю кромку так вот можно подвернуть для дополнительного усиления и также проглаживаем с нижней стороны пускай пленка приклеится ну и самый сложный момент это проклеить вот эту переднюю часть так как здесь у нас идет загиб и в то же время крыловые образные здесь ровно эту пленку приклеить будет довольно трудно попробуем конечно насколько получится ну потом скорее всего придется делать разрез что же дальше уже пленка не прижимается сейчас немножко с запасом и обрежем чтобы хватило на погиб вниз и по центру делаем разрез теперь эти половинки приклеиваем по отдельности все теперь центральная часть крыла у нас достаточно жесткая чтобы резинки уже не смогли продавить пенопласт не смогли поставить вмятин ну теперь нам нужно сделать тяги и установить сервоприводы хвостовых рулей сервомашинки будем прятать внутрь фюзеляжа внутрь кабины ну а до них нужно дотянуть тяги которые будем делать вот из такой тонкой рейки для начала можно прикинуть на какой высоте у нас окажем оказываются сервомашинки качалка сервомашинки идет вот на такой высоте получается три сантиметра сверху открыла вот такую высоту нам нужно вывести тягу давайте прикинем по высоте тягу нужно вывести в эту точку нас кабанчик для руля высоты получается точка входа тяги должна находиться вот в этом месте если прямо в этом месте протыкаем фюзеляж в принципе все нормально получается прокалываем рейкой 4 шпангоут прикидываем все ли нормально как видите практически на нужную высоту тяга у нас вышло теперь определимся с размещением сервомашинки если ее поставить ближе к задней части чтобы пространство побольше осталось то длину тяги нужно будет пожалуй столько давайте пока ничего не мешает сразу сервомашинку поставим на место отверстие под тягу немножечко я все-таки расширю чтобы не заклинивало работала полегче сами сервомашинки крепить будем на двусторонний скотч нагрузки тут не такие большие скотча вполне хватит ну вот сервомашинка руля высота установлена сейчас точно также нужно вымерять местоположение тяги руля в направлении и установить сервомашинку высота сервомашинки точно такая же однако тяга пойдет выше и соответственно точка входа у нее будет вот уже в этом месте и пожалуй проще ее провести прямо через крышу если сервомашинки устанавливать в одно и то же место то они качалками друг друга задевают поэтому сервомашинку руля направления нужно будет ставить со смещением немножко подальше тяга принципе идет почти нормально чуть-чуть надо подправить вырез конечно можно установить сервомашинки снаружи корпуса скажем врезать их прямо фюзеляж даже ближе к хвосту ну во первых ближе к хвосту это центровка более задние будет во вторых мне не очень нравится когда снаружи торчит то что можно спрятать внутри сервомашинка руля направления установлена чуть-чуть вперед руля высоты теперь при работе качалки и друг друга задевать не будут в любом случае мы сейчас делаем тяги конструкция тяг самое обычное деревянным рейкам приматываем г-образные наконечники из проволоки эту конструкцию многократно показывали в предыдущих видео уроках также по тягам у нас записано отдельное видео вы всегда можете найти его в подсказках надо тягу рули высоты еще померить тяги готовы их точные размеры какие размеры некоторых других элементов которые отмерялись по месту мы подробно распишем в видео обзоре этой модели немножко попозже там же будет расписана вся электроника все материалы какие мы применяли для сборки этого самолета и все комплектующие какие на него будем ставить сейчас примеряем размеры тяг вроде бы нормально для высоты тоже нормально с учетом корректировки длины то что наконечники можно немножко двигать вообще передние наконечники можно сразу проклеить которые пойдут у нас к сервомашинками которые передвигать уже не придется передние наконечники проклеены задние пока проклеивать не надо они еще возможно будет корректироваться теперь сервомашинок снимаем качалки желательно конечно сервомашинки не не сдвигать если они выставлены уже в нулевое положение теперь продвигаем тягу внутрь кабины и надеваем на нее качалки качалку пока можно не фиксировать вполне возможно что тоже ее придется переставить после включения вот у нас тяги установлены на место мы сейчас остается подкорректировать длину свободным не проклеенным еще наконечником и установить на место кабанчики на руль направлении сделаем отклонение побольше в кабанчик на нижнее отверстие высота установки кабанчик вот примерно так должна быть просто придавливаем слегка пенопласту и по отметке по внятине по этой аккуратно прорезаем один слой руль у нас склеен из двух слоев пенопласта один этот слой нужно прорезать получается такой паз паз заполняем разогретым термоклеем можно в принципе любой другой клей использовать термоклей просто склеится побыстрее и устанавливаем на место кабанчик ждем когда клей схватится в это время руль желательно держать в нейтральном положении и при необходимости промазываем еще раз клеем снаружи если где-то видны не проклеи ну если клей изначально было налито достаточно много то промазывать может и не понадобится пока клей не затвердел просто мокрыми пальцами его разглаживаете чтобы смотрелось это поаккуратнее не было какой-то некрасивой кочки и вот кабанчик руля направления у нас установлен точно также ставим кабанчик руля высоты пока установим его на верхнее отверстие при необходимости можно будет скорректировать вот хвостовые рули подсоединены и теперь уже можно будет настраивать то же самое нужно сделать и для элеронов для элеронов у меня уже заготовлены две тяги размер приблизительно подходящий немножко можно тоже за счет разгибания вот этого изгиба длину корректировать как сделать такие тяги мы также показывали в отдельном видео видео ролике по изготовлению тяг так что думаю проблем ни у кого по ним не возникнет вот так как эти сервомашинки у нас нулевое положение не установлены сейчас привяжем приемник передатчику и выставим сервомашинки в нейтраль приемник привязан и сейчас на первом канале выставляем машинки в нейтральное положение все обе сервомашинки вышли приемник пока можно отключить мы устанавливаем на место тяги версти еще не разработанные тяжело идут так как видите немножечко коротковато благодаря вот этому изгибу необходимую длину мы всегда можем добрать вот это уже ближе к делу может быть совсем придется распрямить вот здесь выпрямлять надо поменьше это нормальное положение так как элероны у нас закреплены по верхней стороне и у них у самих толщина почти сантиметр будем устанавливать на нижнее отверстие иначе слишком получится маленькое отклонение элерона располагаем кабанчик так чтобы тяга у нас шла параллельно продольной оси и модели и делаем точно такой же вырез как и для хвостовых рулей что ж первый элерон установлен сейчас также поставим второй вот здесь все-таки надо или будет корректировать потом три мерами положение сервомашинки или еще посильнее разогнуть тягу придется выпрямить полностью все элероны у нас тоже подключены ну и теперь остается поставить на место двигатель моторчик будем использовать точно такой же как и для пайпера турниджи c 2205 1400 оборотов на вольт винт 8 на 4 для питания трех баночного аккумулятора это самое то ну так как моторчик довольно плоский тоненький расстояние от моторам и до крепления пропеллера небольшое пришлось добавить вот такую фанерную крестовину толщина 8 миллиметров получается два слоя фанеры просто чтобы винт не цеплял нос фюзеляжа но сейчас нужно провести провода от двигателя внутрь кабины но как это сделать если все наглухо заклеена я предлагаю воспользоваться подходящим кусочком трубки в моем случае это обломок от карбоновой трубы но и не суть важно можно и металлическую взять от антенны например и при помощи этой трубки аккуратно прорезаем канал до моторамы внутри пенопласт из трубки можно убрать чтоб не мешался вот вышла трубка вышла в нижней части моторного отсека сейчас из нее пенопласт уберу чтобы он не мешался вот она сама эта трубочка и теперь прямо в эту трубку засовываем провода от мотора провода пришлось удлинять у этого мотора штатные выводы коротенькие места соединения немножечко толстоваты не лезут ничего страшного и все теперь крепим мотор так как сам двигатель у нас уже прикручен фанерной крестовине достаточно эту самую крестовину к моторами приклеить если у вас будет немножко другой мотор с более высоким креплением винта так что вы обойдетесь без крестовины тогда конечно мотор придется приворачивать шурупчиками или крепить каким-то другим подходящим способом однако я просто промазал крестовину циокрином и мотор приклеиваю все крестовина прихватилась сам двигатель всегда можно отвернуть для замены для ремонта но теперь аккуратно извлекаем трубку и как видите провода вышли у нас внутренний отсек теперь подключаем провода от мотора к регулятору все фазы и регуляторы они равнозначны подключаем просто как удобнее ну давайте сразу проверим в ту ли сторону у нас вращается мотор вот мотор у нас запустился не в ту сторону при таком направлении вращения самолет нас поедет хвостом вперед ну исправляется это все очень просто достаточно поменять любые два провода на регуляторе скорости поменяли местами две фазы двигатель запускается у нас в нужном направлении но теперь можно подключить к приемнику сервомашинки аккумулятор уберем сразу носовой отсек там где он будет располагаться так это у нас руль направлении четвертый канал руль высоты второй канал и проверяем положение качалок как видите на руле направлении качалка с нейтрали ушла вот именно поэтому я и говорил что не надо сразу закреплять сейчас на один зубчик на один шлиц качалку переставим абсолютно в нейтральное положение она конечно не встает но тем не менее все таки ближе к норме вот в таком виде качалку уже можно будет закрепить то же самое для руля высоты здесь сервомашинку нас стоит нормально чуть-чуть корректируем длину тяг чтобы все рули встали в нулевое положение ну что ж хвостовые рули подключены проверяем соль и работает настройки конечно делать надо на руль направлении реверс требуется сейчас подключаем на место элерона так вот правый элерон скажем пускай у нас был первый канал левый элерон сделаем пятый канал сейчас пока предварительно все внутри уберем все провода и сделаем быстрые настройки пятый канал у нас непонятно где настроен почему не работает сервомашинка пятого канала был плохой контакт надо будет почистить разъемы приемника ну как видите пятый канал левый элерон по как по умолчанию настраивается на флайска их на на левой крутилке настроен сейчас нам нужно 5 канал отключить так все вы крутилку отключили и при помощи микшеров задействуем второй элерон все элероны заработали так как положено микшер сохраним сейчас на 6 канал назначим трехпозиционный тумблер сохраняем и снова микшеры делаем режим закрылков как видите левый элерон уже начал реагировать на и тумблер сейчас нужно сделать смещение чтобы при тумблере вверх элерон находился в нулевом положении так ну вот получается у нас два положения закрылков проблема в том что в самом нижнем положении у нас не остается никакого запаса на работу собственного элерона значит процент микширования надо уменьшить вот тут также остается два положения на закрылков хотя отклоняются не конечно поменьше но тем не менее остается и как какой-то ход для работы или самого элерона сейчас то же самое делаем для правого элерона единственное что процент микширования надо было делать не положительные отрицательный соответственно смещение тоже отрицательное должно быть теперь закрылки работают нас синхронно и в то же время могут отрабатывать как элерона все предварительная настройка сделано настройки запоминаем и модель можем доделывать сейчас пока отключу питание чтобы мало ли вдруг самолет куда-нибудь не рванул ну и закрепляем уже окончательно всю электронику приемник поставим рядом с сервомашинками антенну можно будет пропустить дальше хвостовую балку чтобы это сделать в четвертом шпангоуте проколем отверткой любым другим подходящим предметом отверстие в это отверстие убираем антенну сам приемник также закрепим на двусторонний скотч подобраться для установки коннекторов сервомашинок на крылье вполне можно также на кусочек двустороннего скотча закрепим регулятор регулятор хода здесь маленький 12 ампер этому этому моторчику вполне его хватает провода чтобы не болтались удобно закрепить такой вот нейлоновой стяжкой вот так вот примерно получается внутреннее пространство нашей модели ну и остается нам установить на место стойку шасси она у нас ничем не отличается от той что устанавливали на пайпер точно такой же складной вариант саму стойку приворачиваем к фанерной площадке при помощи маленьких саморезов в моем случае шурупчики сервомашинок можно другие мелкие саморезы взять вот что получается но чтобы стойка сама по себе не не сворачивалась не складывалась ее нужно закрепить при помощи резинки но саму резинку будем цеплять на всю ту же бамбуковую палочку конструкция точно такая же как и для крепления крыла через усиление стойки шасси я проколол отверстие и сейчас в это отверстие вклеиваю бамбучину вот еще один штырь за который теперь можем закрепить резинку все стойки шасси на месте теперь при каких-то ударах она просто будет подворачиваться назад не отрывая площадку и соответственно так при этом будет гасить часть удара а потом достаточно просто резинку выправить повернуть стойку в нормальное положение и самолет можно снова запускать для тех кто еще не умеет аккуратно приземлять самолет это один из наиболее наверное удобных вариантов стойка шасси всегда остается целой при их ударах она амортизирует гасит часть энергии удара ну и сама модель остается целой независимо от того куда вы ее посадили если просто стойку закрепить жестко даже если садите аккуратно модель но попадаете на неровную дорогу на траву купили на кочки какие-то вас просто получается опрокидывание здесь стойка складывается и модель приземляется на брюхо получается пусть это не так красиво не так зрелищно но тем не менее самолет остается целым ну сейчас давайте закрепим крыло посмотрим в каком положении она у нас будет ровно стоять и надо сделать ограничитель для самого крыла чтобы она не смещалась в сторону вот пожалуй так крыло ровно стоит параллельно стабилизатору перпендикулярно фюзеляжу тоже установили сейчас сделаем разметку границ фюзеляжа просто поверх скотча прочерчиваем пару полосок ручкой сама ручка потом сотрется но сейчас для установки ограничителя эта разметка нам поможет и так вот видите две полосы сейчас сюда нужно будет приклеить из кусочков пенопласта из потолочки просто полосу по ширине внутреннего отсека фюзеляжа размеры очень просто снимаются по месту можно даже отдельной линейкой не вымерять получается такой прямоугольничек чуть-чуть запасом отрезал сейчас еще пару миллиметров подровняю и будет готово лучше конечно воспользоваться линейкой так точнее получается работать на глазок тоже можно купить и площадка внутрь отсека у нас вполне входит сейчас и располагаем между такими прочерченными полосами сделаем отметку где нужно будет пропустить провода от сервомашинок вырез тоже буквально на глаз тут смысла точные размеры выдерживать нет вот сейчас эту полосу нужно приклеить точно по центру между размеченных полос клеить будем на термоклей так как он в разогретом виде нормально приклеивается в том числе и на скотч подбирать скотч конечно мне не нужно так вот промазали термоклеем и побыстрее пока он не схватился но в то же время аккуратно точно по центру эту полосу приклеиваем все теперь эта полоса входит внутрь фюзеляжа и не дает крылу сдвигаться в стороны и и также вперед назад тоже крыло уже не сдвинется что ж подключаем на место сервомашинки элеронов и проверяем наш самолет сборе ну что ж вот наш самолет собран еще раз проверяем работу всех рулей все нормально закрылки тоже работают двигатель заводится ну сейчас традиционно делаем контрольное взвешивание и проверяем тяговооруженность модель вес модели триста восемьдесят пять грамм совсем не тяжелый самолетик получился сейчас проверим насколько хорошо тянет его двигатель самолет держит свой вес мне не пришлось даже давать полный газ да свой вес модель держит то есть тяговооруженность у нее равняется единице тяга двигателя равна весу модели ну и перед запуском проверяем балансировку модели центр тяжести должен располагаться примерно по второму лонжерону на одной трети ширины крыла от передней кромки ну вот в моем случае примерно так оно и получается центровка нормальная ну надо учитывать что это при полностью задвинутой в нос батареи если у вас аккумулятор поменьше полегче то вполне возможно придется нос загружать или смотрите что можно убрать с хвоста и таким образом сместить центр тяжести модели вперед ну а сейчас идем на улицу и проверяем наш самолет в деле а не данный момент вот сейчас так раз как это Как тренер самый отличный вариант Самый хороший тренировочный самолет Именно как первый радиоуправляемый самолет Пожалуй лучше не придумаешь Пайкер летает намного шустрее Вполне возможно из-за того, что У него размах не такой большой По сути дела закрылки даже зря настраивали Ни никаких закрылков ему не надо Летает очень спокойно Тем не менее, вот боевой разворот она делает Петлю, если баску добавить, тоже сделает Я здесь пока не буду пилотажить Еще немножко настройки надо сделать Пространство не очень располагает к активному пилотажу Площадка маленькая Можно куда-нибудь влететь никуда Ветерок над зданием ее поднимает Попробуем, как она планирует без мотора Ну, в принципе, в принципе, неплохой планер Можно даже без мотора летать Повышим в виду Снова планируем Сейчас выпущу закрылки и пойдем на посадку Тихонечко Кстати, это скорость с закрылками уже Разницы особой нет Но снижается, зато она, конечно, медленнее На закрылку Сейчас зайду с большего расстояния Ну вот, друзья Самое приятное Сегодня у нас случилось Мы его подняли в небо После столько недель сборки Это самый приятный момент Да, когда самолет начинает летать Это очень хорошо Да Ну вот, у нас еще один тренер готов Остался у нас еще один Это Як-12 Но начнем мы его ближе к зиме Его сборка у нас пойдет Немножко в другом формате Мы решили расписать все этапы Все элементы сборки От склейки чертежа До настройки и полета Каждый видео урок Это будет отдельный этап Уроки покороче Но зато их будет много Ну и все секреты, которые есть при сборке Там тоже будут описаны Там уроков будет 30-40 Прямо для самых-самых новичков Которые только берут тазы в моделировании Все, готовимся к весне Ждем гидроавиацию Ставим лайки Пишем в комментариях Понравился ли наш самолет Который мы доработали Как его полет Оставляйте пожелания Предложения Высказывания Мы рады всем И отвечаем на вопросы всегда Делитесь в соцсетях Заходите в подсказки У нас много видео И для всех И для новичков И для профессионалов Будьте с нами Смотрите нас До скорой встречи До следующего урока Пока, друзья До свидания Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии И ждите новых видео До встречи Играем по-взрослому